Good morning, pupils! Доброе утро! Today we are going to talk about inviting, accepting, refusing. Сегодня мы поговорим, как пригласить кого-либо отдыхать, как принять приглашение, accept, и как от него отказаться, refuse. Look at the sentences below from the dialogue between your friends. Посмотри на фразы из диалога между друзьями. Let's think, what is the dialogue about? Давай подумаем, о чём же этот диалог. Have you made any plans for the next weekend? Есть ли у тебя какие-либо планы на следующие выходные? How about going sailing? Как насчёт того, чтобы покататься на лодках? Let's ask them together then. Давай спросим их вместе. Yes, you are right. The topic of the dialogue is inviting for the weekends. Конечно же, тема диалога – приглашение на выходные. Let's listen and read the dialogue. Прослушаем и прочитаем диалог. Have you made any plans for next weekend? No, I haven't made any plans yet. Why? How about going sailing? That sounds great. Where? In Kalsai Lakes. Have you ever been? Yes, I have. I love it there. I'm going with my dad. Why don't you come with me? I'll have to ask my parents first. Okay. Let's ask them together then. Let's learn the phrases of inviting, accepting, or refusing. А теперь разберём фразы приглашения, принятия приглашения и отказа от него. Why don't? Почему не? С такой фразы можно начать приглашение на выходные. How about plus verb and ink. Такая фраза, как how about – как насчёт. Далее последует глагол с инговым окончанием. Например, как было в нашем диалоге «How about going sailing?» Как насчёт того, чтобы покататься на лодках. Accepting. Принять приглашение можно следующими фразами. That's a good idea. Это хорошая идея. I'd love to. Мне это нравится. That sounds great. Звучит замечательно. The phrases of refusing. И фразы, с помощью которых ты можешь вежливо отказаться. Thanks, but I can't. Спасибо, но я не могу. I'd love to, but I can't. Мне нравится это, но я не могу. I'd rather not, but thanks anyway. Я бы предпочёл этого не делать. Но всё равно спасибо. Попробуем найти фразы-синонимы в диалоге. Фразы-синонимы у тебя даны слева. Подобные фразы имеются в диалоге. Find sentences in the dialogue which means. Why don't you join me? Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Нашли фразу? Yes, you are right. Why don't you come with me? Почему бы тебе не пойти или не поехать со мной? Мы можем спросить их вместе. Let's ask them together. Давай спросим их вместе. That's a good idea. Это хорошая идея. И синоним этой фразы That sounds great. Звучит замечательно. Now let's do the task for formative assessment. Открой маршрутный лист и выполни задание на формативное оценивание. Внимательно читай задание и дескрипторы. The lesson is over. Урок окончен. Good luck. Желаю удачи. Goodbye.